На встречу лету отправились на своих велосипедах больше тысячи жителей Верхней Волжья. В Твери в минувшие выходные состоялся велопарад. Участники на двухколесном транспорте преодолели хоть и небольшое расстояние, но вместе. Дружной колонной они проследовали от площади Конституции до городского сада. Среди любителей покрутить педали оказались как и совсем еще юные жители Твери, так и граждане старшего возраста. Подробности в следующем сюжете. На встречу лету, а именно так называется велопробег, жители Твери отправлялись как в одиночку, так и дружной компанией и даже семьями. К слову, этот двухколесный транспорт зачастую в теплое время года для некоторых становится не только развлечением, но и средством передвижения. Как для этой мамы двоих детей. Этот велопробег для нее первый. Ездим на велосипеде, и в садик вот так отвожу, и на работу. С мамой часто катаешься? А куда ездишь? Ну, а с папой на машине. А мама забирает и на велосипеде отводит нас. Мне кажется, сейчас особенно. Это удобный вид транспорта. Среди более опытных участников мероприятия – советник президента Владимир Васильев и руководитель фонда Твери Юлия Саранова. По их мнению, это мероприятие направлено не только на укрепление тела, но и духа, в том числе подрастающего поколения. Здоровый образ жизни. Это будущее нации. Все, по сути, здоровье. Мы давно говорим, и весь мир это говорит, что самый большой потенциал – это не природные ресурсы. Не нефть и не газ. Это люди. Вот смотрите на них. Вот один сидит у мамы на сиденье перед ней, другой на специальном багажнике. Это уже другие дети. И это лучшее будущее нашей страны. Юлия Саранова отметила, что организаторы мероприятия «Клуб Велотверь» постоянно взаимодействуют с волонтерами и некоммерческими организациями, в том числе и с фондом Твери. А подобные акции объединяют людей. Некоммерческие организации, добровольческие движения в Твери, они не раздельно как-то существуют. Они все сообща. У нас есть схожие ценности. Мы здесь как раз-таки про одно – про то, чтобы жители Твери, жители Тверской области, сообща вместе, могли почувствовать, что здесь то место, где им интересно. Маршрут велопробега пролегал через площадь Конституции, Санкт-Петербургское шоссе, набережной Афанасии Никитина, Новый мост. Организаторы рассказали, что в этом году участие приняли в акции около 1200 человек всех возрастов. Это семейный велосипедный праздник. Специально делается таким образом, чтобы участвовать могли все. У нас маленький темп самой колонны, и мы поддерживаем, хотим популяризировать семейное именно участие. Финишировали участники в Городском саду площади Добра. Все желающие могли принять участие в специальных конкурсах для велосипедистов.